В молодежном клубе кипит работа организации в роли избирательного участка. Голосование началось в 12 часов. На 16.00 явка составила 937 человек. Самое главное это целеустремленность, доброта, и чтобы человек был открыт к миру, и чтобы его жизненная деятельность была показана у нас в городе. Если за человека я голосовала, я знала, чем он занимается, откуда он и почему. Нужно отдать голос именно за него. В избирательном бюллетене внесены имена 22 кандидатов. Все они являются активистами. Многие представляют свои образовательные учреждения. Это студенческая молодежь, конечно же, косяк студента ГГТУ, студенты колледжа ГГТУ, ОЗЖТ, медколледж, но есть и учащиеся школы, есть также у нас и рабочая молодежь. Выборы провели путем тайного голосования, так что все было знакомо. Предъявил паспорт, получил бюллетень, проголосовал в кабине, отправил бюллетень в урну. Разница только в возрасте голосующих. Избирать молодых парламентариев могли горожане от 14 до 35 лет. Два кандидата, моих два знакомых, которые тоже являются тренерами. Очень много тренируют детей. Я думаю, они много чего могут предподнести нашему городу. И такие люди реально очень активны и очень пунктуальны в этом процессе. В молодежный парламент при совете депутатов городского округа войдут 15 человек. 10 – набравшие наибольшее количество голосов на выборах. Еще 5 пройдут вне конкурса. Их делегируют общественные организации. Тренинград. 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 Тренинград.